здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что к нам присоединился здравствуйте а сразу хочу предупредить что у кого нет времени для кого в тягость слышать и слушать наши беседы то сразу можете переключаться потому что у меня видео не на две минуты сейчас мне нужно все подробненько объяснить потому что я прежде всего делаю видео для своей семьи и потом у меня семья расширилась потому что появилась интернет семья девочки и мальчики подписывайтесь становитесь моими постоянными зрителями пишите ставьте лайки присоединяйтесь делитесь позитивом негатива у нас нет это я уж вам точно говорю я вам обещаю на моем канале остров только позитива радости благодати только так и никак иначе вот и так специалисты в области которые изучали цедру лимона английские специалисты утверждают что лимонная цедра обладает уникальными свойствами и вот одно из свойств одно из многочисленных свойств это противораковые свойства поэтому ее конечно необходимо включать в рацион не вздумайте цедру лимона убирать куда-то как я добываю цедру лимона очень просто вот не средняя часть а только вот это верхняя часть и и слегка слегка своей старой вот терочкой видавшие виды но очень острый я вот так вот срезаю вот у меня допустим получилась цедра двух лимонов вот такие вот у меня лимончики крупные красивые и вот она цедрочка посмотрите какая красавица и и дорогие мои несмотря на то что лимонную цедру употребляют многие и я знаю что добавляют ее выпечку но выпечки она уже не имеет той ценности этих полезных свойств я во-первых скажу какие полезные свойства потому что именно в центре лимона содержится целый кладис кладис полезных веществ во первых это защита от рака именно кишечника вот кожура цитрусовых она обладает противораковыми свойствами она насыщена флавоноидами особенно полиметоксифлавонами а еще а кстати вот полиметоксифлавоны они будем говорить еще когда-то отдельно сейчас я просто кратко скажу что они просто эффективно подавляют образование опухоли кишечника кстати у кого с кишечником проблема запишите себе полиметоксифлавоны вот то что вам нужно обязательно добавлять кстати еще один момент у меня в которой в книге которая выйдет вот-вот скоро дай бог если бог даст то там как раз будет подробная информация о полиметоксифлавонах и о их влиянии на кишечник и так защита от рака кишечника а еще защита от рака кожи в лимонной кожуре содержится лимонен про лимонен это вещество которое защищает от рака кожи вот почему обязательно я делаю такие вещи сейчас вам покажу как сохранить все что есть и лимонен лимонен просто так сохранить сложно и его достать из цедры лимона вот отсюда тоже достаточно сложно но можно и у меня есть рецепт мексиканской хозяюшки которая очень доступна просто поделилась и поскольку она владеет английским языком и я владею английским языком и потому мне очень приятно переписываться с людьми из разных стран они очень добрые если у нас сколько людей но сто тысяч сто тридцать тысяч сто сорок до тысяч всего из миллиардов тянутся к нормальной жизни к здоровой жизни к жизни без мата к жизни без алкоголя без курения но я имею ввиду в общем можно конечно выпить бокал вина там на какой-то праздник там на новый год бокал шампанского или при встрече с друзьями бокал вина и так далее это понятно но вы знаете все о чем я говорю что я имею ввиду и вот когда общаюсь я с этими людьми они настолько приятны и открыты для общения что делятся своим опытом я потом говорю что я пишу книгу и вот если у вас такие секреты которых вы не говорили да 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 есть и они вы знаете по доброму сразу же делятся и они очень желают чтобы я не только на русском языке сделала издание естественно я буду делать на украинском тоже потому что мне помогут люди и хорошо перевести на украинский язык на украинскую молу и еще на английском языке поэтому она немножечко эта книга долго будет выходить в свет но она выйдет выйдет и будет на трех языках то есть издана и на английском несколько экземпляров будет на украинском и на русском языке и так хотелось бы и на других языках но нет возможности потому что переводчик это тоже должен быть не в интернете а человек потому что грамматика есть грамматика и так защита от рака кожи я бы поставила на первое место вот в лимонной кожуре вот этот вот лимонен и о нем у меня целый целая там глава что вот вообще лимон лимонен его можно получить натуральным способом его можно получить и синтетическим способом но синтетика мне не интересно в цитрусовых эфирных маслах может содержаться где-то до 90 процентов лимонена его можно извлечь с помощью центрифугирования но в общем это это уже не нужно вот отсюда также можно извлечь и вот как я извлекаю каким способом без химикатов тоже покажу а вернее расскажу в своей книге там пошагово дальше что поэтому когда мне говорят пишите рецепты внизу теперь я думаю что вы понимаете почему я не писала рецепты внизу потому что все рецепты будут описаны подробно и причем в моей книге и все в пропорциях теперь когда мы разобрались что тут есть лимонен и что очень важен да что он как и отдушка и для косметики и для парфюмерии как гигиеническое средство и как лекарственный препарат и о нем можно говорить очень много и о нем уже все сказано просто я вам хочу сказать что он здесь есть и по и чтобы его сохранить я делаю сейчас покажу дальше что дальше еще вот эта вещь великолепна от опухоли простаты уже исследовали уже сделали публикацию уже только прочти и выдай что я сделаю я сейчас вам рассказываю что вот защита от простаты и предотвращают метастазы мало того что борется с опухолями простаты но еще лимонная кожура она предотвращает метастаз вот такие вот есть данные комбинации подавляют способ способность как бы вот этих раковых клеток переноситься в другие части организма они также вызывают апоптос так называемый или самоуничтожение злокачественных клеток и вот простым языком я все подробно там расскажу девчонки мальчишки которые смотрят мой канал уже получают огромную информацию если они ведут тетрадь то у них образовалась уже своя книга под названием кэтрин докс дальше почему я люблю цедру это лимонная кожура она насыщена полифенолами про полифенолы у меня тоже подробная есть информация в книжке я сейчас не буду на этом останавливаться и вот эти поли поли полифенолы они помогают контролировать вес так что кто следит за весом тот знаешь такое полифенол она подавляет процесс скапливания жира и предотвращает гиперлипидамию это избыточное количество липидов в крови кровь насыщает кровью витаминами дальше также резистентность к инсулину резистентность к инсулину представляет собой состояние когда клетки тела не реагирует на воздействие гормона инсулина что увеличивает уровень сахара в крови и вызывает диабет лимонная кожура содержит полифенолы которые улучшают состояние вот жертв скажем так этого расстройства чтоб не называть саму болезнь подавляя скопление жира вокруг живота поэтому конечно же я активно использую каждый год показываю и рассказываю вам процедру еще опять таки но только не вот эту белую часть а только верхнюю желтую которую вот я вот таким можно кстати самым на самой тоненькой вот на этой части срезать тоже еще лучше будет вот вот так вот но я так чтоб побыстрее на всю 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 центру а все остальное мне пригодится для имбиротерапии я буду делать имбиротерапию и поэтому вот это все остальное мне как раз нужно будет для следующего этапа для имбиротерапии кто еще не знает я думаю уже все знают я внизу сделаю ссылочку что это такое и для чего это а дальше хочу сказать еще одну вещь про уровень сахара в крови вот лимонная кожура она контролирует уровень сахара в крови она расщепляет глюкозу в печени и увеличивая концентрацию гликогена она также подавляет формирование новых вот этих молекул сахара в печени вот это все просто поэтому чтобы расщепить глюкозу в печени нужно побольше вот этой вот цедры употреблять девочки у кого сахар повышен они должны обратить на это внимание ну и риск болезни сердца вот лимонная центра это прекрасный источник витамина c конечно и лимон сам лимонная цедра особый 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 источник у него есть множество преимуществ для здоровья но помимо всего прочего конечно отличный антиоксидант снижающий уровень свободных радикалов в организме и предотвращающий повреждения которые наносятся стенкам артерии и кровеносных сосудов что уменьшает риск инфарктов и инсультов что же я делаю как же я сохраняю все эти витамины ведь если мы их сушим да то при сушке в принципе все уходит все исчезает все испаряется при сушке а мне нужно же это все просушить на самом деле для сушки я беру немножечко и то что у меня высыхает я обычно добавляю в свои новогодние так сказать подарки чаи которые я дарю и естественно для моей семьи у меня всегда есть цедра всегда в каждый чай я кладу цедру то ли лимона то ли грейпфрута там такие же качества меньше меньше в мандаринке но там кое-что есть другое о чем я говорила в прошлом году а еще очень хорошая цедра это лайма лайма великолепнейшая цедра там вот это вот зелень помните про которую я вам рассказывала повторяться не буду и так картино это помните тоже я беру все делаю просто вот такую вот мисочку сюда закладываю цедру вот эта часть центра я делаю на глаз если нужны будут рецепты у меня будет книжка и там все рецепты подробно сейчас вот смотрите на глаз просто на глаз и вообще я люблю делать все на глаз и вот так вот я кладу где-то вот такую вот часть дальше что я буду делать я залью вот так вот до каемочки до этой до вот этих пор я долью не до верху а вот до этих пор я залью маслом то есть у меня получится вот на где-то пол мизинца больше масла чем центре вот такое количество поверх лимона еще выше маслечка где-то на один мизинчик дальше что я сделал дальше я поставлю вот так на паровую баню для того чтобы не шумел чайник потому что многие жалуются что шумит чайник когда вы ставите вот когда я крема делаю например кремы не крема а кремы нет так девочки и филологи будь ласка прошу пани барза please be polite with me пожалуйста будьте вежливы со мной вот и все даже когда я делаю ошибки я ведь не компьютер понятное дело что я г м о что означает генно модифицированное о образование поэтому у меня могут быть ошибки стыдно может ошибаться тем кто допустим русский человек ошибается в русском языке ну извините меня у меня нету русских у меня мама немка папа украинец я имею право ошибаться так значит взяли вот это поставили на паровую баню и дорогие мои мальчишки девчонки вот это все стоит у нас уже с маслечком на паровой бане в течение а теперь внимание 40 минут и вот чтоб 40 минут вам это не показывать через 40 минут я снимаю потом про не процеживая не процеживая вот эту вещь я закрываю пленкой и кладу на две недели темное место через ну периодически я буду конечно же перемешивать снимать пленку перемешать потом опять туго-туго пленкой заматывать гласть и опять буду так делать через две недели после того как я буду вот перемешивать периодически как вспомню один раз в день или может быть забуду тогда через два дня через три дня вот так вот через две недели через две недели я опять ставлю на паровую баню и опять 40 минут 40 минут девочки держу на паровой бане и в теплом виде я вливаю в темную бутылочку и процеживаю естественно без цедры и вот это у меня будет называться лимонное масло оно будет не только косметическое но и для новогодних салатов да и вообще для салатов лимонное масло просто великолепная вещь но и прежде всего косметическое теперь какое масло наливать я посоветую оливковое масло можно делать плеяду масел можно наливать виноградной косточки оливковая зародышей пшеницы можно также если у вас ничего нет подсолнечное масло хлопковое масло какое только вашей душе угодно но чтобы она подходила и к лицу понимаете чтобы она подходила и к салату чтобы она не имела специфического привкуса и подходила к вашему лицу и к салатикам вот и все поэтому самый лучший вариант конечно это оливковое масло потом втором месте виноградный некоторые добавляют и другие масла пожалуйста миндальный орех великолепное масло вот и все на сегодня будьте благословены вы и ваши близкие собирайте цедру скоро новый год и сейчас как раз идет сезон цитрусовых сейчас цитрусовые именно те цитрусовые которые в себе содержат все абсолютно все сушите цедру делайте масла из цедры и еще один момент я вам расскажу что я делаю еще с центра но это уже в другом видео будьте благословенны вы и ваши близкие будьте здоровы будьте красивы и мудры пусть бог споспешествует вам во всех ваших делах пока пока споспешествует